всем дарова народ с вами варчик в этом видео посмотрим мой бой на тайп 61 карта химмельсдорф встречный бой поеду я на гору и буду там тупо ломать лицо в этом бою мы не просто так это все будем рассматривать а потому что это все привело к тому что я получил самый большой урон на своем тайп сет один за все время это рекорд по урону на этом танчики и здесь будет и приятные бонусы и скилл и в принципе будет мясо будет у нас мясо мясо будет много потому что урона будет много итак катимся мы на гору на тайп 61 есть некоторые зрители которые тоже попробовали играть после того как увидели у меня тайп 61 и не все были довольны некоторые были довольны это все потому что этот танк не самый плохой и не самый хороший здесь мы видим как из 3 ошибается он у нас находится там в ямке приехал тут что-то на перезарядке нюхал нанюхал в голову выстрел сейчас он уже заряжен я жду когда союзники его разминируют и я выйду дам ему еще даю ему еще и тем самым из 3 у нас уже половинчатый а у меня 733 урона и так что же в тайп 61 хорошего что плохого хорошего то что у него великолепная стабилизация хорошая скорострельность здесь у нас подставляется ланцем шотный я буду ему периодически напоминать о том что он шот не шотный а ватный и ему надо напоминать это почаще что я и буду делать в этом бою так тайп 61 великолепная стабилизация скорострельность хорошее пробитие чтобы бэшкой что голдой кумулятивами но что же у него плохого вдаль когда стреляешь чувствуется что точности не хватает это конечно не прям какая-то катастрофа но вдаль заметно что танчик не часто попадает но на средней ближней дистанции вообще можно не особо не выцеливать особо не сводиться для средней ближней дистанции прям просто всегда стреляешь всегда наносишь урон если конечно навел прицел в нужное место если конечно будешь стрелять в бронированное ни разу неуязвимое место то конечно урона никакого не жди но если всякие там нлд лючки то вообще налегке стою здесь периодически напрягаю врагов наказываю их и у меня это удается потихоньку урон набиваем врагов наказываем внизу у нас более-менее там все хорошо базу особо никто не берет гору нашу особо никто сзади там пока что не давит хотя уже враги там подбираются здесь специального к то есть получаю один урон и даю по врагу для того чтобы союзники тоже выехали дали урон здесь каким-то чудесным образом через пушку союзника попадаю по врагу по лансену и тут начинается самое ужасное выезжает сзади куча танков я увлекся наказыванием врагов впереди и мне заехала куча танков сзади я получил и от 705 и от шкоды шкоде я дал наказание за это и насувал ей так что она кончилась вроде бы все было плохо но в целом я выжил хотя хп всего лишь 333 и остается у нас еще два врага здесь на горе еще две девятки не светились и куча восьмерок внизу я пока что не еду помогать своему имели потому что боюсь что мне в спину убьют накидают и я умру у меня в спину буквально убьют потому что у меня 300 хп а когда я выйду вокруг замка слева буду убивать там образца то я сто процентов засвечусь и меня тигр со шведской поташкой просто убьют поэтому я не поехал вперед немного напряг и старого и тигра они там что-то куда-то покатились я хотел поехать что-то образцу там показать но понял что у него почти 800 хп а у меня 300 и я ничего ему не покажу потому что у меня не хватит хп он меня убьет здесь приехала с т-44 забирают у меня последняя хп которая у меня был остается вообще крапаль за размен хп я ему даю две тычки в принципе убиваю здесь у нас еще образец на меня упарывается и я дал ему пару тычек на подъезде здесь он делает выстрел ошибается слава богу тараном меня не убивает тут он зашел в прицел и видимо в нем и уснул и я его добил потому что последние два выстрела 430 вариант 2 сделал просто без урона один раз он на подкате куда-то там стрельнул то ли в труп то ли хз и второй раз он когда я уезжал крутил его уезжал из его прицела он что-то забыл что башни надо двигать также я еще помансовала торты она не попала в итоге я выжил но здесь была и ошибка врага и мои хоть какие-то действия которые привели к этой ошибке потому что я просто буквально выехал из его клинча и выехал из его прицела хоть что-то сделал что можно было сделать но я больше не знаю что можно об этом еще сделать разве что взлететь или подпрыгнуть но я еще неаккуратно там дал выстрел между трупами может если как-то подождал бы короче тут и моя неаккуратность была и 430 вообще сыграл плохо но я не бросил свой танк и решил хоть как-то хоть что-то попытаться сделать и у меня принципе получилось выжить и всех убить 5300 урона пытаясь здесь в стрв попасть блайндом но его там нет еще у нас кони ягони светилась также там у нас есть на железке больше и старого и также где то есть арта выглядываю вперед хоть это и страшно на 18 хп или даже у меня там 16 смотрю здесь коня фкшный и начинаем устрелять кумулями в башню потому что бы башки закончились хоть у меня уже и так было 5000 урона но это такой вот бонус бонус мне за старание что я не бросил ситуацию и доиграл до конца и целенького коня просто сожрал уже 7160 урона и это еще не весь урон еще у нас есть яга которая тоже не светилась я думаю что если бы конь не было фк поехал на гору было бы намного сложнее играть но повезло что его видимо выкинуло или интернет у него отключился едем дальше остается у нас яга которая не такой уж и опасный противник в городе потому что его легко обмануть закрутить поставить на гуслю но в принципе он даже не не предоставил нам никакого удовольствия в том чтобы его там куда-то закрутить завертеть или поставить на каток еще у нас давно не светилась стрвшка союзники его потихоньку подавлю то я дожираю 2 афкшный к и это афкшник девятого уровня невероятно повезло в этом бою что две девятки афк но честно скажем яхтигр это тот танк который но такое себе он мог заехать на гору стать там от рубки но в принципе кумулями он в рубку пробивается единственное что мои бы безалаберные союзники скорее всего под него подставлялись и поэтому у нас бы наверное задавили я бы вряд ли на него подставлялся но получилось как получилось 9 280 урона и в принципе за танк я что все рассказал кроме одного то что у них он еще и шишка на голове есть и брони в него нет и максималка у него очень не очень увидел здесь что старого и отвлекся и выехал им еще и пиздюли надал 9 600 урона итак давайте подведем итоги что по танку танк этот не самый плохой не самый хороший просто он приятный но у него есть довольно таки жесткие минусы в виде не сильно большой максимальной скорости не сильно хорошей точности чтобы стрелять вдаль плюс лючок на голове который выезжает лет на 50 раньше чем вы из-за холмика это все минусы этого танка минус то что он ватный я не считаю поскольку стэшка если ватная это не минус а чаще всего плюс в виде того что все остальные параметры у него хороши а вот если у стэшки есть лишняя броня как у объект 439 уровня то чаще всего у него не пробить они точности не стабилизации а кривая пушка меня бесит у тайп 61 пушка не кривая поэтому он мне нравится он приятный но у него довольно таки много минусов которые перекрываются другими очень приятными плюсами в виде хорошей стабилизированной классной пушки он просто удобный и скорострельный пробития достаточно танк в принципе хорошие но на нем нужно потеть чтобы что-то сделать с вами был варчик играть красиво всем пока а это был мой рекорд по урону на тайп сет 1